Приветствую! Сегодня мы с вами продолжим изучать такую важную тему, как отечественные телеигры. В прошлый раз мы разобрали три известных проекта, но за скобками у нас осталась еще охапка легендарных представителей жанра. Собственно, не будем терять времени и поскачем дальше. Приятного просмотра! Сегодня будет интересно и интеллектуально! Посмотрим, посмотрим. Саундтреком от дуэта композитора Кита и Мэтью Стрекона. Шоу возымело огромный успех, ознаменовав новую эпоху телевикторин. И впоследствии за 25 лет формат игры разошелся в виде собственных региональных версий аж по 160 странам. И Россия не была исключением. Разработка отечественного миллионера началась еще в середине 99-го года. Тогда бывшие члены съемочной группы «Что, где, когда», о котором чуть позднее, Сергей Кордо и Татьяна Дмитрикова, основав собственную компанию, приобрели права на проект. Договор на трансляцию заключили с НТВ, а ведущим выбрали своенравного Дмитрия Деброва. Изначально Дебров отказывался от предложения поработать ведущим, ссылаясь на то, что не желает иметь дело с попсой и неинтеллектуальной публикой. Позже он все же соглашается на передачу под названием «О счастливчик», которая выходит в эфир НТВ 1 октября 99-го года. Первые месяцы игра не показывала высоких рейтингов, поскольку она транслировалась поздно вечером по пятницам, и в ней задавались довольно сложные вопросы, что отталкивало массовую аудиторию. Де, парман. Андрей, юбор, бэк. Однако позже передачи переместили на прайм-тайм четверга, и она успешно вошла в массы. Каноничную НТВ-шную версию с Дебровым в свое время я не застал. Но оглядываясь назад, невозможно не заметить особый вайп эпохи. В предновогоднем выпуске за 2000-й год появился Владимир Жириновский, Ирина Хакамада, Сергей Шойгу, и даже с 17-летний Децл забежал. Это совершенно дикий разношорстный шоу «Бизовый капустник». Сейчас увидеть что-то подобное на ТВ просто невозможно. Конечно, сама суть шоу была довольно простой, но зрительский интерес продолжал сохраняться на протяжении года после старта шоу. Не в последнюю очередь благодаря харизме самого Деброва. Но уже в начале 2001 года НТВ теряет свой телевизор. Это еще до того, как он превратился в мага воды, да? Походу. Визионный хит, к слову, так и не сумев найти ни одного победителя. Права на показ по инициативе Сергея Супонева перекупает ОРТ. А Дебров отказывается переходить на другой канал и оставляет пост ведущего. Какое-то время старые выпуски продолжали транслироваться на НТВ, что подкреплялось рекламным анонсом со слоганом «Остерегайся подделок», который иронизировал над премьерой нового шоу на ОРТ «Кто хочет стать миллионером». Забавно, что так называемая «подделка» в конечном счете обогнала популярность оригинал, и именно она закрепилась в массовом сознании, как классическая иконическая телеигра. Новым ведущим стал наш... Да, и перевод названия дословный. Ну да, я и не знал вообще, что когда-то был какой-то там «Осчастливчик». Ну я знала про «Осчастливчик», но я не знала, что это то же самое, что «Кто хочет стать миллионером». Ну, я не так давно узнал, что «Осчастливчик» и «Кто хочет стать миллионером» — это одно и то же. И Галкин такой молодой. Аж замечательный иноагент Максим Галкин. И на тот момент выбор казался довольно спорным. Комик, который пародирует Ельцина и Жириновского, внезапно начинает вести интеллектуальную передачу. Но на удивление Галкин сумел затащить. Он создал вполне приятное впечатление такого юморного сатирического ведущего, при этом не обделенного интеллектом. Именно сочетание умных вопросов и фирменных шуток Галкина дало славный запоминающийся микс. То есть вы выбрали подсказку зала, чтобы убедиться, что он ошибается? Да. Это извращенство какое-то. Вы просто подставили. Только для этого и можно выбрать. И вот с снятым дебюте Галкина случилось невероятное. Первый же игрок выиграл миллион рублей, а именно Игорь Сазеев. Это была знаковая удача. Однако продюсеры побоялись, что их уличат в подтасовке и сомнительном пиаре, поэтому перед этим выпуском в эфире показались семь других. Не менее уникальный, уже обратный случай произошел в 2004-м, когда игрок не смог дойти до несгораемой суммы и, использовав перед этим две подсказки за игру, вылетел на пятом вопросе. В сентябре 2005-го года сумму главного приза было решено увеличить до трех миллионов рублей. Все шло довольно гладко. Правила были отточены, рейтинги росли, игра заимела еще одного победителя, и так продолжалось вплоть до 2008-го года. В июне того же 2008-го в передачу в качестве игрока забежал Дмитрий Диборов. И тогда даже авторы не могли представить, что это уже было первым звоночком на его возвращение на пост ведущего. Уже в сентябре компанию WMedia, ответственную за производство шоу, отстраняют от дальнейшей работы из-за того, что они хотели внести ряд изменений в правила игры, что не понравилось правообладателю. Галкин уходит на телеканал «Россия», а Первый канал начинает работать над перезапуском передачи с новым ведущим. Телезрителям предлагалось пройти голосование на выбор главного лица шоу. Среди кандидатов были Валдис, Бельш, Иван Ургант и наши старые знакомые Мария Киселева. Но главными претендентами оставались Ургант и отец Дмитрий Дибров. По итогам голосования победил Ургант, а Дибров оказался на втором месте. Но на тот момент Ургант был уж слишком занят ведением четырех программ на Первом, посему свое законное место вернули Диброву. Примерно с того же момента, вопреки международным канонам игры, со игроков теперь каждую неделю в основном выступают только отечественные знаменитости, дабы нагнать рейтингов. Дибров, в свою очередь, не может похвастаться каким-то исключительным обаянием шоумена, какое было у Галкина. И в итоге получается довольно стерильный и несамобытный звездный между собой. К сожалению, миллионер не является кладезью каких-либо лулзов и мемов. Даже порадоваться за победителей из народа теперь не выходит, потому что их тупо не пускает на игру. Безусловно, передача уже долгие годы в первую очередь ассоциируется с Дибровом. Он даже в «Миллионере из трущоб» в нашем дубляже озвучил у ведущего. Довольно всрата. Но мне кажется, его манера вести игру довольно быстро. Приедается он особо не... Довольно коротенький, потому что весь фильм он уже о другом. Фильм интересный, кстати, очень. Я его никак не посмотрю. Очень трогательный. Я его никак не посмотрю. ...чем не может тебя завлечь. От него исходит вайп занудного профессора из университета, на чьей поточной лекции вы будете видеть пятый сон. Единственный уникальный момент... Ну, я не могу не согласиться с Чаком. Да, и очень много лишней информации. Вот он меня раздражает, как некоторые преподаватели, которые дают крупицу знаний и целую кучу воды вообще не по делу, и ты еще крупицу знаний успей записать. Он да, он слишком много тянет, тянет нагнетание... Нагнетает, а потом начинает резко раздражать. Потому что он делает так все время. Когда к игре привлеклось особое внимание, произошло в 2019 году. Магистр игры «Что, где, когда» Александр Друйс пытался подкупить главного редактора передачи Илью Бера, чтобы заранее получить вопросы и правильные ответы и разделить с ним выигрыш в 3 миллиона рублей. Хитрец. После этого Александра на время отстранили от участия в «Что, где, когда», аннулировали результаты игры и лишили его выигрыша в 200 тысяч рублей. И удивительно, как в настолько стерильном проекте еще могут возникать какие-то скандалы. Популярность передачи с годами идет на спад. Первый канал теряет рейтинги и несет катастрофические убытки. В 2022 году по неизвестным причинам Дебров покидает шоу. А уже спустя год становится известно, что его место займет певица и победительница игры 2017 года Юлиана Караулова. Замечали, что у первого канала какой-то бзик на телеведущих блондинок. И вот в обход всех оригинальных авторских прах после легкого ребрендинга в апреле 2023 выходит новый «Кто хочет стать миллионером». В игру вернули отборочный тур и возможность участвовать людям из народа. Но глобально у нас здесь вновь суперстерильная история. Юлиана Караулова ведет просто нормально. Шоу не ступает ни влево, ни вправо. Даже рекламную кампанию первый канал использовал из начала нулевых. То ли из чувства ностальгии, то ли из зления. Скорее второе. Ведущие самые популярные телеигры в мире. Самая популярная телеигра с новосвага. Ну давайте думать. Ну уж явно не красная шапочка. Кто будет новым ведущим? Ответы на все вопросы 19 февраля. А правильный ответ вы узнаете совсем скоро. Если тот же поле чудес и слабое звено... По обычному лекалу сделали, да и все. Но сумели уйти в отрыв и обрести свою мемную самостоятельность из-за ведущих, то миллионеру очень не хватает собственного огонька и выразительности. Сидячий формат телевикторины очень снижает драйв и накал. Посему что-то мне подсказывает, ситуация не исправится примерно никогда. К слову... Там бывает интересно, конкретно когда интересные сами по себе гости, и они там юморят и хохмят. У нас на очереди своя игра, господа. Знаешь, я периодически попадала, но когда он стал вести дебро, стало очень тяжело смотреть, поэтому я переключала. В связи на то, что там могли быть знаменитости, допустим, которые мне были интересны. Ну и как всегда, Своя игра это еще одна адаптация игры за рубежа. Этот раз из США. Jeopardy. Это классическая американская телевикторина, которая идет в эфире уже почти 60 лет. У нас же с 94-го года свою игру транслировали на РТР. Роль ведущего занял Петр Кулешов, который ведет игру и по сей день. Правила игры декорации... Токсичный, токсичный, агрессивный, я помню, да. ...практически полностью повторяли американский прототип, но у российского аналога были и свои особенности. Так, игроки вместо свободной одежды наряжались специальные мантии, цвета которых отражали их ранг в игре. Какое-то время на участников надевали академические конфедератки, но от них было решено отказаться. И не зря, выглядит довольно глупо. С годами в правилах игры появилось и отечественное ноу-хау. Вопрос, аукцион, код в мешке, видео-вопросы и так далее. Нововведения в итоге успешно прижились. Шоу приобрело Ореол такой статусной игры, в которой даже появились свои так называемые гроссмейстеры. Ну, Анатолий Вассерман, например. Он же чемпион чемпионов по своей игре, насколько я помню. Ну да. Я такой думаю, и им показать, этот как-то такой, думаю, вопрос с картинкой, и у них там показывается это платье. И какого оно цвета? А потом следующий вопрос такой же. Какого цвета шнурки у кроссовок, да? А потом звук и мелодия, и такой. И что вы слышите? Та же, где разное слышат многие. Да, мужское и женское имя. Да, у меня, я не знаю, от чего зависело. Реально, я и то, и то слышал. И с цветами так же. И то, и то видел. На платье я так и не смогла увидеть настоящие цвета. А на платье, вот не знаю, а вот на кроссовках я видел разные цвета. И на кроссовках тоже настоящие цвета не смогла увидеть. Я не знаю, как это работает. Я буду просто считать себя особенным. Болбоебом. Интеллектуальные мегамозги. В общем, с продуманностью лором игры все очень недурно. И более того, должен сказать, что играть в нее самому очень интересно. Даже я как-то забегал в гости к пожарной команде сыграть в онлайн-версию на кинотематику. Своя игра, как формат, штука сугубо прекрасная. Но, что будучи малолетним шкедом, что сейчас, я не могу воспринимать нормально само шоу. Всему виной какое-то неприятное сине-зеленое оформление студии, довольно душная атмосфера и порой просто ультра-странные игроки, от которых прям через игру... Мне это никогда не нравилось. Вообще не было интересно абсолютно его смотреть. Я смотрела иногда. Рофл-моменты, да, можно еще похохмить с этого. По телику обычно в это время какая-то муть шла, и я смотрела. Бывает. Если шла какая-то муть. Экран несет потом и спермой. Вот как-то дискомфортно мне. На игроке, от которых прям через экран несет потом и спермой. Вот как-то дискомфортно мне от этого шоу. И забавно, каких, прости господи, звезд сумела породить эта игра. Да, именно отсюда растет борода космической ходячей энциклопедии Анатолия Вассермана. Расчету конструкции. Нет, увы, это неверный ответ. Именно о черчении шла речь. Он имел в виду именно расчетные чертежи, поскольку эскизами, естественно, пользовались и голодцы. Вот разбирайтесь, ребят, все. Дай бог ему здоровья, господи ты боже. Конечно, в игре происходят свои платиновые моменты. И не буду спорить, что для определенного круга зрителей она действительно может быть интересной даже сейчас. Авторы неплохо постарались над тем, чтобы превратить шоу в нечто более значимое. Со своей выстроенной иерархией, фан-базой и даже, если можно так сказать, лором, разбираться во всем этом можно очень долго. Но лично я предпочту подробно рассмотреть кое-что другое из той же лиги профессорских телегр. А в случае со своей игрой, которая тихонько живет и процветает до сих пор, лишь остается вспоминать бесконечный мемный продакт-плейсмент канцелярских товаров Эрик Храузе и спотеха наблюдать за тем, как игроки просирают на хайповых молодежных вопросах. Персонаж этой компьютерной игры пытается определить, находится ли он в радиоактивной зоне. Гравити форс. А что же это то самое кое-что другое? Из такого вероисса нажал, ответил, да ёпс, тудэй. Гравити форс. Просто чего? Ну а то, что это не игра. Да. Ну, не шарит. Где оно и когда будет? Что ж, пришла пора для, пожалуй, главной отечественной телеигры. Что, где, когда? ЧГК идёт в эфире аж с 1975 года. Игру можно по праву назвать уникальной, ведь у неё официально не было зарубежного аналога, на котором она вознулась. Просто никогда я куму. Нахуя оно мне? Я как-то попал, ну мне попал, а себе залипало. Не знаю, мне не было интересно. Я не образованный маленький ребёнок был, не тянущийся ко всему этому. И команда из шести игроков за одну минуту должна подготовить ответ на вопрос от телезрителя, представляющий собой логическую, филологическую или любого другого рода загадку. Правда, первоначальный концепт несколько отличался от знакомых нам сегодня правил. Идею для игры разработали Владимир Ворошилов и Наталья Стеценко, его будущая жена. На старте «Что, где, когда» был семейной телевикториной, в которой две семьи играли друг против друга. Мило, не правда ли? Выпуски снимались у них дома, ведущий отсутствовал, а сама игра занимала всего два раунда. Шоу было полупостановочным и не обрело особого успеха. Далее вышел всего один выпуск, который благополучно затерялся в архивах. В 1976 году Ворошилов решает поменять направление игры. И «Что, где, когда» превращается в телевизионный молодёжный клуб. Поменялись и правила. Каждый участник играл сам за себя. Минуты на размышления ему не давалось, а ответ от игрока должен был поступить почти моментально. Хардкор! Единственный выпуск в таком формате от 24 апреля со студентами МГУ провёл тогда Александр Масляков. Однако Ворошилов решил, что хочет вести игру сам. И уже к концу 70-х игра начинает приобретать знакомые очертания. Игроки получают статус знатоков, телезрители присылают свои вопросы, а громогласный голос Ворошилова раздаётся по всей студии. Появляются и каноничные атрибуты. Волчок, указывающий на вопросы о симфонии Штрауса в начале, и живая сова в качестве символа игры. Правда, несмотря на всё это, «Что, где, когда» в 80-х остаётся относительно спокойной и интеллигентной игрой. Сборная сладаков играет сегодня с командой телезрителей. В то же время в игре появляются и с... Ну да, это потом у них, я так понимаю, начался голдёж, вот это вот всё быстрее и быстрее. Твои звёзды, как тот же печально известный Александр Друзь, которого мы уже сегодня вспоминали. Забавно, что в 82-м году его выгнали из студии за подсказку. Друзь участвует в Штогде, когда уже 42 года и сыграл больше 100 игр. А в 80-х знатоки играли за... Я так понимаю, он с этого вот денежку зарабатывает. Умопомрачительный приз. Книги. Ну ладно, на самом деле есть... У нас в телевидении на самом деле особо не славится большими гонорарами, поэтому хз. Что главная награда игры «Знание» очень даже неплохая. Потешно вспоминать об этом, когда знаешь, на что играть будут уже в следующем десятилетии и какой игра станет в целом. В 90-м году Ворошилов запускает ещё одно шоу «Брейн Ринг», которое представляет собой аналог «Что, где, когда» только с двумя противостоящими командами знатоков. В самом «Что, где, когда» в это время происходит важнейшая трансформация. Ворошилов решил использовать свой режиссёрский навык на полную. «Что, где, когда» изменился. Камера проводит нас по видам нескучного сада и перемещается внутрь охотничьего дома. Нас встречает огромный канделябр, свечи по углам, знатоки и зрители в зале в роскошных смокингах и платьях, балл маскарад. Поднял уровень. В общем, всё действие приобрело флёр такого загадочного элитарного клуба. Очень эффектного и невероятно атмосферного. Хоть и в более сдержанном виде, но игра сохранит такую эстетику на будущее десятилетие. Признаться честно, в детстве я особо не придавался ему этому значения, и это лишь отталкивало от просмотра. Но сейчас игнорировать всё это визуальное великолепие... Сегодня раз, когда я смотрела, там в начале выступала какая-нибудь знаменитость, там на неё камера вставлялся знаменитость, выступала, там камера потом перемещалась в зал, там сидят знатоки, проливали. Хера себе. Невозможно. Так и сама игра часто способна захватить и обаять своим азартом и накалом страстей. Не в последнюю очередь благодаря сумасшедшей операторской работе и придающей привет фильмам Терри Гиллима. Порой случается такое, что игроки придумывают хорошо выстроенный, вполне логичный, но неправильный ответ. И невероятно важной остаётся и командная работа, ведь если капитан неправильно выберет отвечающего игрока, то пиши пропало. В такие моменты понимаешь, насколько игра сурова, но в то же время до боли справедлива. В зимней серии 91-го года происходит ещё одно значимое изменение. Что, где, когда превращается в интеллектуальное казино. Знатоки теперь играют на деньги и за деньги, а Ворошилов носит статус крупья. Появляются новые мощные игроки. И больше всего мне нравится, как играет легендарный Фёдор Двинятин. Серьёзно смотреть на его догадки одно удовольствие. Сто тысяч рублей. Разум человека владеет тремя ключами. Назовите эти три ключа. Мы считаем, что эти три ключа... Какой за лупа джигурда. Ну, спасибо. Знаток. Ничего не знаю, у меня такие ключи. Если у вас другие, это проблема у вас. Ключа это буква, цифра и нота. А теперь, внимание, правильный ответ. Буква, цифра и нота. Какой яйцо. Несмотря на то, что в игре довольно понятные и отточенные правила, судейство Ворошилову могло порой переходить всякие границы. Если кто-то, например, смел ехидничать в его сторону. Что в этом яйце? Ну, в общем-то, конечно, намёков-то практически никаких нет. Внутри яйца, которое уже было разбито телезрителям, находится ещё одно яйцо. То есть вы хотите сказать, что в этом яйце два желтка и два белка? Там находится второе яйцо. Владимир Рякович, как вам рассказать, что там такое в этом втором яйце? Ну, попроще расскажите, я, может быть, пойму. Курица начинает кудахтать, приходит к куриадник. Начинается. И яйцо напрягается и несёт яйцо. Свой характер вы показали. И вы тоже. Я ещё нет. Понятно. Я ещё нет. Я присуждаю вам поражение. Ещё становится три-два. Там было действительно второе яйцо. Обычное желтком и белком. Вот это за... Ну, это уже за всем. И всё же нельзя не заметить, как Владимир Яковлевич горит. Ну, это чел завоёбывался, и судья завоёбывался. Так, он же с самого начала сказал, что там было второе яйцо. Это начало на него давить какую-то, ну... Ну, вообще, да, по факту. Наводить на неправильный ответ. По факту надо было чё сказать? Что там второе яйцо, и обязательно надо пояснить, что там два желтка и два белка? Ну, наверное, логично, раз яйцо в яйце. Нет, там было просто яйцо в яйце. В ответе. И всё. Ну, ведущий сказал, что надо было сказать ещё, что два белка и желтка. О, боже мой. Это три-два. Там было действительно второе яйцо, обычное желтком и белком. Вот это за... Ну, это уже до всем. И всё же нет. А, ну да, нет, обычное желтком. Круто, да. Круто, да. Игра с Ворошиловым на роли ведущего успешно продолжалось вплоть до конца двух... Тогда-то все в МММ верили. Ну, да. Так что ничего уявительного. Много было, много кто. ...тысячного года. На юбилейных 25-х играх Ворошилов заявил, что подумывает оставить передачу и закрыть её окончательно. Он также добавил, что может продолжать игру с одним условием. Знатоки должны победить в финале года. Со счётом 6-5 знатокам удалось это сделать, и сезон триумфально был завершён. Ворошилов признал своё поражение, поздравил всех с Новым годом и отметил, Капитаны интересуются, когда будут следующие игры. Я обещал подчиниться знатокам. Когда? Но не сказал срок. Я проиграл. Ну что тут сделаешь? Надо уметь проигрывать. Но, к сожалению, со временем его слова приобрели мрачный смысл. Спустя 2,5 месяца Владимир Яковлевич умирает от сердечного приступа на 71-м году жизни. Он оставил за собой большое и важное наследие, отдаваясь своему любимому делу до самого конца. Владимир Ворошилов – настоящая легенда отечественного телевидения. И большое ему спасибо за проделанный труд. И после смерти Ворошилова место ведущего занимает его пасынок – Борис Крюк. Первое время голос Бориса сильно искажали, а его лицо скрывали как от зрителей, так и от самих знатоков. С одной стороны, это придало ещё большую загадочность. Но с другой стороны, Крюк из-за своей отстранённости изначально многим не полюбился. Кроме того, судейство с его стороны было ещё более строгим, чем у Ворошилова. А иногда и вовсе превращалось в самотурство или абсурд. Самый известный случай… Какое, блядь, как может быть судейство строгим или не строгим? Это игра на… эти… на отгадывание вопросов, грубо говоря. Надо дать чёткий ответ. Дали чёткий ответ – да. Не дали чёткий ответ – нет. Типа… Ключи произошёл в игре летней серии 2 июня 2001 года. Это был один из первых выпусков с Борисом. После того, как на стол вынесли мясо, просо и колесо, знатоки должны были угадать, что находится в чёрном ящике. Двинятин, будучи филологом, быстро разгадал классическую загадку и логично назвал четвёртый предмет, название которого заканчивается на «со», то бишь «серсо». В чёрном ящике, однако, ни «серсо», ни «ласо» не оказалось. В нём было… пусто. Видите ли, в русском языке есть только три слова с таким окончанием. Стоит ли говорить, что в возмущении у знатоков не было никакого разумного предела? В конечном счёте Крюк психанул и присудил им очко. Казалось бы, справедливое судейство, хоть и не без драмы. Но то, что произошло дальше, прикрывает всё. Счёт игры 5-5. Остаётся финальный решающий вопрос, на который команда знатоков отвечает неправильно. И Крюк, ну, смотрите сами. Вы правильно ответили на этот вопрос? Нет. А я считаю, что правильно. 6-5 в вашу пользу. После этого знатоки знак протеста покинули студию. Для них издевательский жест доброй воли был просто унизителен. Ну а Крюк с тех пор уже на протяжении 22 лет собирает хейт от зрителей. Через какое-то время тематику казино было решено отменить. Голос Бориса перестали искажать, и он, Аки Ворошилов, начал появляться в кадре. А сама игра и её правила практически не видоизменялись. Появились новые локальные звёзды. Например, тот самый быстрый паренёк из самого умного, который обгонял Тину Канделаки. Это Борис Белозёров, обладатель главной награды игры «Хрустальный соблёк». С 2016 года в «Что, где, когда» приходят и не местные звёзды. Команда сборной России по футболу с Березуцким Дзюбой Акинфеевым. Команда ТНТшников с Мартиросяном Галыгином Галустяном. Шоу стало более массовым и в «Что, где, когда» играют по всей стране взрослые и дети, причём по всему миру. Здесь можно отметить примечательную попытку американцев адаптировать «Что, где, когда» для собственного телевидения в 2011 году под названием «Игры разума на миллион долларов». Антураш и стиль съёмки, конечно, сильно отличаются от наших родных канонов. Но в целом получалась недурственная и потенциально жизнеспособная штука. Аня, сейчас букмекерские конторы во всю рекламе недалеко ушли от этой хрени. Ну, мы вчера только думали, букмекерские конторы вроде как не запрещены у нас. Как я понял. Официальные. Однако больше шести выпусков она не прожила. Ну да, реклама такая себе. Сделаю уточнение, скажут. А, ты чё, охуел? Может, американцы спохватились слишком поздно, но сам прецедент того, что нашу родную телеигру адаптировали на Западе, по меньшем мере впечатляет. И, думаю, не будет преувеличением сказать, что «Что, где, когда» ещё переживёт всех нас. Виват-игра! На этом и заканчивается наш ультра-ностальгический марафон. Меня продолжает поражать, насколько разными могут быть телевизионные игры. Одни телеигры настолько безобразно простые, что годами утопают в своей стерилисти. Другие представления... Это наши ещё не выкупали никакие права ни на какие американские... Ой, американский хер с ним. Американские они пародируют. Японские. Телешоу. Или корейские. Ну, корейские. А, нет, корейские были, да, точно. Певец в маске. Да, у корейцев вроде нет такого безумства. А обладатели оригинала это именно корейцы. У корейцев вроде нет такого безумства, как у японцев. Есть? Я имел в виду именно вот такие припиздутые шоу, чтобы в этом выкупить. Есть, там припиздутые. Как только ты подумаешь, что там не припиздутые, там припиздутые. Понимаешь, там есть шоу, где сидят, короче, ведущие и несколько знаменитостей, а напротив них полный зал зрителей. Зритель какой-нибудь рассказывает свою проблему, вот. А это ведущие и гости знаменитости начинают ее обсуждать. И к таким ебанутым выводам приходят, еб твою налево. Там такую херню людям советуют просто обосраться. И причем человек, это, допустим, девочка жалуется на свою маму, и это ее мама сидит сзади. Вообще, очень странно это, очень странный формат шоу, если честно. Это какая-то дичь, блин. Оставляют интересную концепцию, но не могут представить интересного шоу. А у третьих получается все и сразу. Пожалуй, из всех сегодняшних образчиков только что, где, когда остаются по-настоящему уникальным, живым и жизнеспособным проектом, которому даже никакие изменения не нужны, чтобы оставаться актуальным. Другим же не помогают ни ребрендинги, ни новые ведущие. Но все же стоит вновь сказать спасибо телеграм за то, что, какими бы они ни были сейчас, прежде всего, они навсегда останутся частью нашего детства и юности. С пузатыми телеками и Эрихом Краузе! А если вы этого захотите, мы обязательно продолжим шнырять по просторам телевизионных игр. Хотите ведь? Спасибо за просмотр. Увидимся. Увидимся.